Компания Apple выпустила iOS 18.1 Beta 5. Что там нового и интересного? Сейчас расскажу. Меня зовут Максим, вы на канале Демен Слаунж. Поехали! Как обычно, начнем с того, что вышло и сколько это весит. Если мы говорим про вес системы, то это где-то в районе гигабайта, если обновляетесь с Beta 4. Если мы говорим о том, что у нас с вами вышло, то это, конечно же, iOS, iPadOS, TVOS, WatchOS, macOS и visionOS. То есть все версии операционных систем были проапгрейджены. Ну да, если вы заметили, это видео выходит несколько позже, чем обычно. Я опять в необычном антураже. Дело в том, что я в момент выхода этой версии летел в самолете, поэтому как только пролетел, сразу для вас записываю видео, что нового, что интересного. В общем, как обычно, если такие мои старания нравятся, ставьте большой палец вверх, мне это будет приятно. На удивление, несмотря на то, что это пятая бета, изменения в этот раз присутствуют и они действительно неплохие. Например, немного переделали Control Center, добавили новые переключатели, которые можно использовать, а именно Wi-Fi и, конечно же, VPN. То есть вы теперь можете это все настроить отдельными переключателями, а не внутри вот того виджета, что достаточно приятно. Плюс добавили функцию, которую многие просили после того, как, в принципе, это обновление вышло. Это возврат, грубо говоря, Control Center к заводским настройкам. То есть если вы там что-то навертели и хотите вернуть, как было Apple придумано изначально, теперь есть в настройках отдельная кнопочка, нажимаете и все срабатывает. Помимо этого, для новых 16-х iPhone'ов к бету добавили возможность с помощью кнопки Camera Control еще переключаться на режим Selfie. Раньше такой возможности не было, но теперь она есть. Наконец-то добавили функцию переноса данных в macOS и iPhone. Когда вы iPhone подключаете к macOS в режиме показа экрана, мирринга, то у вас теперь можете просто брать с Mac файл и перетаскивать на iPhone. Это удобно, обещали на презентации, вот добавили. Также в команды добавили возможность с помощью, собственно, тех самых команд вызывать пункт управления, поэтому теперь условно на постукивание по задней крышке можете себе забиндить пункт управления и он будет у вас появляться. Если мы говорим о работе системы, как все это работает, стоит ли устанавливать, во-первых, если мы смотрим на тесты, становится вроде бы немножко получше. По автономности, ну, опять же, пока не скажу, потому что себе не поставил еще, ну и с моими путешествиями это будет не совсем корректный тест, а такого нам не нужно. Но, тем не менее, поставлю себе эту версию, скорее всего, уже сразу на iPhone 16 и вот там мы ее потом с вами затестируем. Все результаты, конечно же, будут у меня в Telegram канале, как обычно, по ссылочке в описании заходите. Ну и супер традиционный совет, обновляться или нет, если сейчас у вас Beta 4 и любая Beta версия iOS 18.1, то, конечно же, поставьте, попробуйте, обновитесь. Но если у вас iOS 17.18, то, конечно же, не стоит делать, потому что, ну, нет причин вот прямо сейчас бежать и обновляться, тем более, уже совсем скоро октябрь, а там случится релиз. Что ж, если такой вам ролик понравился или был чем-то полезен, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного не пропустите. YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового ролика. Естественно, в комментах пишите, как вам 5-ая Beta, как вам новые ее фишки радуются, если вы, что контрол-центр теперь более кастомизируем и с удовольствием почитаю, с вами подискутирую. Ну и вот эти два видео специально подобраны для вас на алгоритме YouTube, зацените, если не видели, и все, пока не жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok